друзья всем привет привет youtube привет каждый наш подписчик сегодня мы находимся на участке работа у нас будет стрижка туи смарагт которая находится за моей спиной посадка этих туй планировалось как живая изгородь планировалось как закрыть забор некрасивый и видно что туи уже давно не стрились и мы решили привести их в порядок и постричь прошли мы уже 14 туй сейчас мы пойдем я вам покажу какие бывают проблемы если туям недостаточно света солнца здесь мы видим что растут кустарники они выросли очень большими конечно не стрились но все равно они закрывали туи от солнца и посмотрите какая получилась картина нижняя часть туй полностью вся выпала потому что света было недостаточно и здесь туи высоты всего-навсего набрали ну по метр восемьдесят чуть чуть больше в том углу сейчас мы также пройдем посмотрим там туи уже более трех с половиной метров хотя они садились в одну и ту же самую пару года это было шесть лет назад посмотрите вот туйки которым было достаточно света здесь уже конечно ситуация лучше но все равно видно что низ выпал туям так как и любым хвойным растениям нужен свет и давайте пройдем в ту сторону видно что здесь картина намного уже лучше здесь туи пышнее высота побольше вот посмотрите я метр восемьдесят у меня рост эти туи уже 250 будут точно а дальше вообще посмотрите какая высота и они пышные из-за того что постоянно здесь солнце и туи получают необходимое количество света для чего мы стрижем во первых для эстетической красоты чтобы было красиво презентабельно они выглядели второе для того чтобы они были пышнее чем чаще туи стригутся тем крона у них более набитая и пышнее и в-третьих для чего стрижка проводится для того чтобы туи были здоровыми это как человек его нужно постоянно стричь за сезон ту и нужно подстригать как минимум два раза сегодня мы стрижем наши туи обычными садовыми ножницами гардена и также нашими мото ножницами штиль работы нам предстоит очень много будем применять стремянку потому что земли нереально достать давайте пройдем вот даже если брать мото ножницами я до самого верха не достану вверх мы будем немножко прирезать для того чтобы туи не очень вытягивались вверх чтобы крона крона более более набивалась и также мы наведем сегодня порядок возле озера пострижем вот эти кусты после стрижки туи мы обязательно их подкормим на ближайшие дни передают осадки это очень хорошо в общем друзья смотрим сейчас я буду стричь приятного вам просмотра я всегда ту и начинаю стричь самого верха вот видно я уже под стрих естественно будем еще подправлять и сверху мы идем к низу прошел допустим сантиметров там 30-40 высоты я отошел в сторону и посмотрел какая получается форма чтобы туя получилось колоновидной пирамидальной формы но это уже как кто захочет вот так проходим по всему периметру показываю вам как стричь садовыми ножницами естественно сзади нужно заходить тоже подстригать это очень трудоемкий труд вы представляете сколько я делаю щелчков чтобы постричь только одну тую тысячу щелчков так спускаемся вниз и и совсем будет другая картинка после стрижки все изгороди щепетильно это нужно делать аккуратно чтобы не сделать ям и так спускаемся к самому низу смотрим ребята дальше также не забываем чистить свои туи от старой хвои посмотрите сколько отходов туи нужно чистить для того чтобы не заводились вредители болезни и грибки благодаря чистке туи мы даем дыхание им эти туи кстати недавно чистились посмотрите сколько отходов очень много и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потом все хорошенько польем и будем переодеваться Посмотрите, друзья, сколько мы уже постригли Конечно, те туи в конце дряхленькие, но это не наша вина А эти, конечно, жирные Здесь работы предстоит очень много Спасибо за подписки, спасибо за ваши лайки Подписывайтесь на наш канал Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok